Привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru Давайте в этом видео я расскажу советы для туристов, которые едут в Доминикану Все будет кратко, без воды, без всяких, как я приехал в отель, почистил зубы и тому подобное Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и поехали Выжимка только самые ценные Итак, начинаем, чтобы не отвлекаться Первое правило въезда в Доминикану В Доминикану, россиянам, ну и украинцам, гражданам Казахстана Виза не нужна, можно 30 дней находиться в стране просто без визы И потом еще в миграционном офисе продлить до 90 дней Либо просто оплатить в аэропорту эти лишние дни пребывания Правила въезда с коронавирусом очень часто меняются Поэтому посмотрите, я дам ссылочку ниже На сайте я могу менять на своем правиле, они изменились Я старое удалил, поменял Здесь, к сожалению, на ютубе я не могу кусочек видео удалить, вам записать На данный момент никаких ПЦР-тестов нет, ничего нет Есть электронная анкета, ей тикет Ее нужно заполнить до въезда в Доминикану самостоятельно, онлайн На официальном сайте можете обращаться к нам Услуга платная, у нас бесплатных консультаций не оказывают Либо сами просто бесплатно заполняете самостоятельно В аэропорту по прилету, говорят, тоже ее можно сделать Я, если честно, ни разу не видел По каждому пункту у меня будет подробное видео Вот правила въезда, посмотрите подробнее, как я там перехожу границу в аэропорту Что делать и так далее Здесь выжимка только самых важных советов Второй момент, когда лучше ехать в Доминикану Смотрите, в Доминикане, как таковой сезон дождей Он не ярко сильно выражен То есть сезон дождей, ветров здесь где-то с апреля по октябрь Ну, кто-то говорит, с мая по сентябрь То есть октябрь, апрель такие переходные месяцы Дожди льют не часто Дождик может палить, например, 15-20 минут, через час выходить солнышко Но достаточно часто встречается, дует ветер И вот есть такое явление, как ураганы Ну, на американском континенте Это когда разрушительный ветер, действительно ураган Раз в несколько лет это может происходить Ну, в Доминикане за 10 лет один, по-моему, раз был И второй раз чуть-чуть И опять какой-то период Это может быть именно вот в этот период Период ураганов с мая по сентябрь Но ветер и ураган не так страшны Опять подробнее есть видео, когда лучше ехать Сезон водорослей здесь начинает еще с мая и до октября Как раз начало октября они заканчивают сезон водорослей И море грязные Водоросли здесь еще бурые, вот такого цвета Они не зеленые, то есть они старые уже Следовательно, они, соответственно, пахнут Смотрите, что может изверхать Отдых летом Помимо там ураганов Вот большой шанс, что будут водоросли Причем эти водоросли, вот два дня назад их было прям чуть-чуть И море было гораздо лучше, можно было купаться Но вот сейчас такое количество И, соответственно, море становится Вот такого не голубого Как ни картинки, невозможно, вдали А вот такого мутного желтого цвета Пахнут чем? Отходами старыми вещами Ну, если коротко говорить, помойкой Немножко такой запах Вот, если не хотите водорослей вот вперед Едете, например, на курорты Карибского моря Это Бока Чика, Плайла Романа Байби, кстати, вот город, столица Санто-Доминго Находится на берегу тоже Карибского моря Когда я был в Санто-Доминго Идеальной набережной, Голубое море Нет ни одного пляжа Доминиканцы не понимают Ну, в столице они не купаются Просто скалы У нас, например, на Атлантическом океане Это Пунта-Кана Водорослей много Белый песочек Но водоросли и волны, допустим, в это время Третий важный момент Как раз вот я и начал потихонечку вам говорить Это куда лучше ехать в Доминикане Белые пляжи Такие белоснежные Вот пляж Бавара Это Пунта-Кана Пляж Бавара Регион Пунта-Кана Но это Атлантический океан Здесь И бывают водоросли И бывают больше ветров По спокойнее море Это Карибское море Плай-де-Ле-Романа Букчи Кабаеби Но там нет таких белоснежных пляжей Потому что там такой скалистый берег То есть Ну, песочек делать, конечно, на пляже Но таких скалистых и белоснежных Пляжей нету Но туда лучше ехать Чтобы было спокойное море Есть еще Мека серферов Это Пуэрто-де-Ля-Плата Где хорошие волны серферы Любят это место Пуэрто-де-Ля-Плата Честно, я не сильный знаток серфинга Еще есть какие-то места Посмотрите Серферам здесь нравится Как раз вот они именно едут Когда другие туристы Не любят этот сезон дождей Сезон ветров Едут именно серфингисты Ну, на пункт Ткани тоже можно поискать Нормальные волны, кстати На мысе На самом, допустим Тоже серферам нравится Четвертый важный момент Сколько и какие деньги брать в Доминикане Местные валюты Доминиканские Песы Евро и рубли Тут практически нигде не поменяйте Рубли точно И евро по не очень-очень невыгодному курсу Берите американские доллары Американскими долларами Можно расплачиваться Просто в магазинах и доллары Курс будет менее выгоднее Лучше поменяйте их на Песы Менять деньги лучше В обменниках Либо в банках Самый выгодный курс Могут вам в обычном магазине поменять Курс будет менее выгодный Могут в отеле Если вы будете платить, допустим В магазине В долларах Я вам сейчас скажу Курс Песа на сегодняшний день Он очень часто меняется Поэтому на него не аналитируйтесь Просто для примера Курс Песа на сегодняшний день 56 Нормальный курс в обменниках 55 В отелях вам могут менять 52, 53 В магазине могут считать 52, 50 Торговцы, например Допустим, если вещь стоит 90 Песа В двух долларах 110, 112 Песа Вам посчитают 2 доллара Полтора доллара здесь нет До издачи, естественно, вам не сдадут Монетками с долларами То есть, если есть возможность Поменяйте деньги на Песа Пусть у вас будут Песа и доллары Платите, где вам удобнее Например, за экскурсии Смысла нет платить Песа Они там идут в долларах Русскоязычные гиды Им Песа-то особо не нужны Ну и просто вам не надо заморачиваться Платить спокойно в долларах И вот как раз пятый важный момент Мы плавно переходим Куда лучше съездить В Доминикане Вообще, если вы хотите получить действительно впечатление об острове Не только о белоснежных пляжах Как живут доминиканцы Тут очень много красивых мест Райские острова, водопады Национальные заповедники Озеро, где живут крокодилы Боры, где, например, зимой даже холодно И у людей есть печи и камины вечерами То рекомендую сесть на экскурсии Я вам скажу топ экскурсий Там про экскурсии подробное видео тоже есть Топ экскурсии Санта-Доминго Это для тех, кто любит историю Санта-Доминго Колониальный город Старый Испанский Испанцы откололили Это континент Христофор Колумб В том числе и Доминикану Старый город Много очень исторических мест Можно проехать над фавелами Такие же, как в Бразилии Где живут бедные люди Интересно После прогулки в фавелах Подъезжаем к старой части города Где будет обед И прогулка по старой части Вокруг Санта-Доминго Тоже есть пещера Три глаза Классно Организуют экскурсию В районе 70 долларов С кем поехать, ребята? Я съездил с разными людьми Там Республика про Доминикана про Вообще можете просто выбрать Я вам внизу дам ссылочку На сайт Tripster Там, например, различные экскурсии Тоже от местных жителей предлагают Вообще Те люди, которые здесь живут Которые организуют экскурсии Они, во-первых, знают больше, гораздо ЧМ-гиды Любой компании Туристической Во-вторых, у них экскурсии меньше У всех Так, рекомендую Санта-Доминго Классная историческая экскурсия Остров Сауна Классные фотографии В Санта-Доминго, кстати, ехать ближе Из Бока-Чика 30-40 километров Из Пунта-Каны 200 Остров Сауна Ехать ближе Из Пунта-Каны Классный остров Голубой море Песок Многие-то какие-то рекламы там снимались И когда, например, сезон водорослей На основных пляжах На Сауне его нету И часто к этой экскурсии идет еще добавление Деревни художников На национальной деревне Саманан Вот моя тоже классная экскурсия Три в одном Это вы едете на Полуостров Саману Здесь снималась часть Сцены из Пиратов Карибского моря Бассейн Ой, водопад и ремонт Едете на Ослика Кстати, возьмите на лошадках Покормите лошадок Очень жалко Они бедные работают Честно, я не особо люблю Вот за это такие экскурсии Просто, наверное, было три в одно Также там будет у вас Остров Баккардзи Допустим, пещера Таино Где рисунки индейцев Либо прогулка по Самане Либо там мангровые заросли Но варьируются от разных компаний Экскурсии Классные экскурсии Классные экскурсии Закат на устрое Уникально Всего три, наверное, вещи Которые я вам рекомендую Наверное, во время отдыха Вы больше не сможете Самана Гора Ридонда, кстати Входит в Саману Качели Обалденные Может там сфотографироваться на горе. Можете просто доехать на такси или на арендованной машине. Аренда машин от 50 долларов в день, если вы берете на несколько дней. Ну, это от местных, скажем так, компаний, более продвинутых, европейских. Там мировых компаний, тоже ссылочка там ниже, где полная страховка. Ее сдать можно в любом месте. Взяли, например, в аэропорту сдали в другом городе. 70-80 долларов в день. Что еще у вас? Движения правосторонние, дороги классные, то есть вообще дороги отличные лучше, чем в России. Как в Европе, ехать спокойно между городами можно. Не так, как, допустим, в азиатских странах, в африканских странах, что движение такое бесшабашное. Ну и, конечно, никак в Европе. Могут там подрезать, поворотник не включить, но в целом вообще дороги классные. Международные права. Ну и по-российски можно. Лишь бы там информация была на английском языке, на российских правах это есть. Практически все вам дадут машину в аренду. Сим-карта. Покупайте мест... Ну, естественно, не буду даже говорить, что российские все операторы, ровненько, это очень-очень дорого. Покупайте местную сим-карту. Кларио вот. Ну, я купил Кларио, это такая красная вывеска. Продается во всех супермаркетах, в киосках, в туристических, во многих. Вам нужно нам паспорт показать будет. Либо Виво. Такая испаноязычная, тоже крупная компания. Примерно тарифы одинаковые, гораздо выглядят, чем российские операторы, однозначно. Что вот как раз купить и где купить? Сувениры. Из Доминиканы везут местные рома, кофе, какао здесь выращивают. Какао-кофе можно прям за 10, там, 8 евро упаковочек купить. Рома Бакарди, ой, Барселла, популярный, но, например, местный рекомендует Рома Оливера или еще какой-нибудь более эксклюзивный. Кофе-какао Санта-Доминго популярный на экспорт. Местные рекомендуют что-то взять. Кто здесь живет, именно русскоязычный, что-то, например, с орехом Макадамии, кто-то рекомендует с Абиолой. Есть тоже рекомендуют. Более такое подороже, которое пьют сами доминиканцы, более эксклюзивный, если хотите действительно классный кофе взять и какао. Сигары. Доминиканские сигары. Очень много фабрик по производству сигар. Сигары тоже везут. Местный камень, полдрагоценный Лори Мар. Украшения начинаются где-то от 27 евро из Лори Мара. Очень красивый голубой камушек. Может быть, классным подарком. Находится и добывается только в Доминикане. Голубой камень называется Лори Мар. Вот это голубой камень. Где лучше покупать? Сразу говорю, в отеле Гиды, которые вас привезут, будут вам предлагать сверхэкскурсии в тридорогово, в трех отвезти куда-то в дорогой магазин, где все это дорого. В обычном супермаркете. В обычном супермаркете. Вот Джамбо, например, в супермаркете. Есть в Прунта Кани, Поло в Сити. Есть и кофе, и какао, и рома. И по самым лучшим ценам. Например, за мной даже туристические киоски. Вот там стоят, естественно, в районе пятизвездочных отелей. В охране территории они платят за аренду пятизвездочного отеля. Сдают, что тут приезжают туристы с деньгами. Цены будут гораздо дороже. Еще хороший вариант, если вы едете в Санто-Доминго, купить какие-то сувениры в Санто-Доминго на площадь Пласса Колониал, площадь Колумба. Там как раз купил браслет из Лори Мара, который в магазине стоит 50-45, там просил 35, торговался до 19 долларов. То есть в супермаркетах, либо если в Санто-Доминго едете, планируется поехать в Санто-Доминго, будет гораздо выгоднее и дешевле. Лучше расплачиваться Песса. Часто выходит меньше, либо сравнить доллар с Песса. Какой курс? Посмотрите в интернете. Курс доллара к доминиканскому Пессу, чтобы узнать на сегодняшний день, так как он часто меняется. из этого рассчитывайте. Про машины я сказал. Такси. Есть Uber. Поставьте приложение Uber. Но поставьте международное приложение Uber. То есть чтобы был не Uber.ru, а Uber обычный, мировой. Иначе если у вас стоит Uber.ru, он будет писать, что в Доминикане он не поддерживается. Если заказываете такси, выгоднее всего на Uber. Цену будут писать в доминиканских. Пессо. Переводите в доллары, чтобы понять, какая цена. Из аэропорта можно сторговаться на месте. Опять особенно, вот у нас пролетел один рейс, все поехали на автобусе, никого нет. Водитель довез до Пунта-Кана из Ла-Романа за 50 долларов. Сначала просил 100, чтобы не ждать всех и быстрее доехать после 12-часовой перелета. Можете сказать, трансфер, посылочки, тоже русскоязычный водитель приедет. Да, он будет подороже, но вы не переживайте, что у вас точно встретится с табличкой в аэропорту. Какое... Что еще? Не сказал, а, конечно, безопасность. Доминикана – это страна латиноамериканская. Не совсем, скажем так, с точки зрения безопасности, это не Европа, но ничего криминального здесь нет. Когда уходите из отеля, вещи забирайте в сейв. Ну, допустим, не оставляйте на стол какие-то пироги, сережки, украшения. И опять, допустим, если у вас пропадет сережка, потом доказывайте, что это взял не персонал, не уборщики в отеле, а уборщики – это не сами доминиканцы, а едут из соседней страны Гаити, она очень бедная, у них зарплаты не слишком большие, так что, ну, не провоцируйте, уберите в сейв, такие вещи. И каких-то много вещей, опять же, просто пример, у меня не закрывалась дверь на ресепшене, мне все, сейчас, сейчас просто зашел в свою же квартиру через балкон, залез, перелез, куча людей, днем никто не сможет, то есть зашел, выезд, а так можно в свою зайти. Убирайте, на всякий случай, в сейф. Опять днем, спокойно ходите, гуляйте, и по районам, по всем, и по городам. Ночью, ну, не ходите у своих ресторанов, отелей, пожалуйста, ходите, не ходите, допустим, в каких-то местах, там, Санто-Доминго, либо других доминиканских городов, где живут бедные люди, нет света, не провоцируйте их. Если вы знаете испанский язык, кстати, цены спрашиваете в магазинах на испанском, будут говорить сразу ниже, чем на, если вы на английском, объясню почему, если вы говорите на английском, вы турист, если вы говорите на испанском, даже выглядите как, ну, понятно, что россиянин, будут думать, думать, что вы просто русскоязычный человек, или там иностранец, который давно здесь живет, имеет вид на жительство, цену вам будут говорить как для местных, а не как для туристов, если вдруг знаете. Ну, вот я вам дал все такие основные советы, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если вам этот совет помогут сэкономить кучу денег, ну, много денег могут, по-моему, сэкономить тоже, верите, поставьте лайк, напишите о своем отдыхе в Доминикане, о своем опыте под этим видео, подписывайтесь на наш канал, и задавайте вопросы, если что-то не рассказал, буду знать, отвечу. Все, всем пока, с вами был Борис Соколов, сайт визсам.ру, и до встречи в следующих видео, пока-пока.